Музыка Здесь бы я для себя хотел бы найти то, что может реально помочь. Хочется получить именно советы, все-таки как работать вот в России. Откуда начинать, как делать, зачем это делать, для кого это делать, а не просто купил, продал и заработал деньги. Эпоха эта уже прошла. Должна быть эпоха культуры. Я люблю очень такую фразу «никогда не знаешь, где тебе повезет». Возможно, сейчас кто-то из здесь присутствующих даст мне хорошую работу, поэтому может сейчас, ну или через час, найдется такой человек, с которым, возможно, связал бы дальнейшую свою жизнь в плане профессионального роста, развития, ну и в дальнейшем, чтобы построить свой проект, свой стартап. Два года назад я была на бизнес-форуме и поняла, что информация о людях самое дорогое, что может в нашем мире еще удивлять. Лично меня всегда интересовала кухня. Кухня того, как что-то рождается. А кухня – это люди. Это бесценный опыт встретиться с такими людьми и с их опытом. Тебе не нужно, допустим, ехать в какую-то другую страну, чтобы вживую перенять этот опыт. Ты одеваешь очки и становишься участником. Вот мы сейчас на Nordic Business Forum находимся. Это что-то, что происходит в Хельсинки, но при этом мы можем сейчас одеть очки и прямо чутиться вместе с всем этим огромным залом многотысячным и послушать интересные доклады людей, которые там выступают. Be where you want to be. Собственно, будь там. И ты можешь просто одеть очки и быть там. Звуковое и визуальное сопровождение тебя полностью погружает в ту атмосферу, в которую ты захотел. Вчерашний день не особо запомнился футурологическим прогнозом, что будет в ближайшее время и что будет популярно. Я не помню конкретно название спикера, но он просто взорвал мозг и аудиторию. Я помню, вшел домой, и потом у меня тоже такого рода идеи возникали, что, о, наверное, будет потом вот так-то, так-то, так-то. И это очень круто на самом деле быть в тренде, на такой волне и представлять примерно, куда будет двигаться мир. Понравилась аудитория, кто здесь собрался, кто сюда пришел. Это предприниматели, опять же, люди, стремящиеся чего-то добиться, а не просто заниматься зарабатыванием своих денег, которые не боятся выйти в такую общую тусовку, узнать, что это новое, познакомиться с новыми людьми. Нужно заглядывать в будущее. И если заглядывать в будущее, то именно здесь, именно в таких местах. Сейчас успешность в руках тех, кто готов быть гибким раз и готов быть непохожим на всех остальных два. И самое, наверное, интересное, готов идти на риск. Значит, не надо бояться. Простые ребята выходят, говорят простые, понятные вещи. Внятно, четко, понимаешь, как это работает, начинаешь верить в свои силы. Не надо бояться открытости, не нужно бояться в бизнесе творить несерьезные вещи. То, что тебе нравится, может получаться хороший продукт. Просто когда ты делаешь что-то, что тебя заводит, драйв для тебя, для твоих сотрудников, люди сами включаются, потому что им это тоже интересно. Дать возможность понять у каждого человека в команде, чем он хорош, полностью забить на недостатки и понять, как он может раскрыться. Редактор субтитров А.Семкин